Учиться у лучших. В спортивном комплексе Международной академической школы Одесса участник Олимпийских игр 2016 года провел мастер-класс для опытных и начинающих пловцов. Тема воркшопа – как правильно себя вести на открытой воде. Иван Иванов – мастер спорта международного класса по триатлону. Кому, как не ему, делиться своим опытом и знаниями. Все пришло на своем личном опыте. Триатлониста, пловца на открытой воде. В триатлоне я уже более 15 лет. Поэтому все приходило именно своим умом, своими мыслями. Все до всего доходил иногда сам, иногда подсматривал что-то у тренеров, иногда что-то у своих, как сказать, тиммейтов, у своих компаньонов. Автор программы уверяет, этот комплекс упражнений поможет пловцам подготовиться к всеукраинским и даже к международным соревнованиям. Некоторые участники уже имели опыт в профессиональном спорте. Говорят, что порой было сложно, потому что море – это не бассейн. Профессиональный триатлонист рассказывает, что успех спортсмена – это 10% таланта и 90% работа. Поэтому учиться новому нужно на навыках других. Прежде всего, воркшоп имеет направленность базовую, для того, чтобы люди научились правильно плавать именно на открытой воде, потому что есть мелкие нюансы и особенности между плаванием в бассейне и на открытой воде. Для этого мы затеяли подобный воркшоп. Направленность конкретно сегодня была на базовых элементах – это основы и, так сказать, заложить фундамент на будущее. Мастер-класс не случайно провели в бассейне Международной академической школы Одессы, где занимаются не только ученики школы будущего, но и все желающие. Отметим, пока программа президента Украины по обустройству бассейна в государственных школах находится только на начинающем этапе, в Международной академической школе Одесса по инициативе президента образовательного комплекса Сергея Кивалова все ученики занимаются плаванием как обязательной дисциплиной абсолютно бесплатно. Участники мастер-класса подчеркнули высокое качество спортивного комплекса и бассейна, где проходила тренировка. Среди них также были спортсмены, которые занимаются более 10 лет. Многие из них начали для того, чтобы научиться плавать или просто для физического развития. А сейчас даже планируют начать профессиональную карьеру в триатлоне. Мне понравилось и какое-то количество практических упражнений в начале, которые я не делал. И понравилось в конце, когда мы плыли всей группой. У меня было несколько стартов на открытой воде. В принципе, очень похожие ощущения, когда так вот вокруг ноги, руки, и надо среди них лавировать. Так что в бассейне я так не плавал и очень похоже на подготовку открытой воды. Применять, конечно, буду. Я надеюсь, это позволит мне плавать быстрее и сохранять больше сил. Потому что есть планы участвовать в триатлоне. И там самое главное – сохранить силы на остальные виды спорта. Так что обязательно буду применять. Получил очень много ярких эмоций. Узнал много нюансов для плавания на открытой воде. Также очень комфортные условия были для занятий. Была очень теплая вода. Ваня рассказал очень много нюансов, которые связаны с масс-стартом, которые связаны с непосредственно плаванием. Как правильно делать вдохи для открытой воды, как делать упражнения. Дал подводку упражнений, которые нужно выполнять. Воркшоп заинтересовал и начинающих. Один из участников занимается плаванием всего месяц. Он говорит, этот мастер-класс показал, что ему еще многому стоит научиться. Пандемия коронавируса отразилась и на профессиональной карьере триатлонистов и пловцов. Из-за отсутствия соревнований большое количество спортсменов потеряли мотивацию заниматься дальше. Но для кого-то бассейн – это часть жизни. Иван Иванов уже давно связал свою жизнь с водой. Хотя, когда только начинал, будучи семилетним мальчиком, катастрофически боялся воды. Но при этом хотел научиться плавать. А теперь, спустя 18 лет, не представляет себя без бассейна и спорта. Меня просто родители привели в бассейн. Я 7 лет занимался плаванием. И в один прекрасный момент мне просто захотелось попробовать что-то еще. И в 13 лет мне просто предложили попробовать триатлон. И так уже практически 18 лет я в этом спорте. И очень доволен. И не знаю даже теперь как. Не дай бог, если карьера у нас закончится, я смогу вообще без триатлона, без спорта. И вряд ли, наверное, даже у меня в мыслях такое есть, что даже если мне придется карьеру профессионального спортсмена закончить, я просто брошу триатлон. Не всегда. Он, наверное, навсегда теперь в моем сердце останется. Отметим, что на базе Международной академической школы Одесса построено сразу два бассейна. Олимпийский бассейн с шестью дорожками и трибунами для зрителей, современной системой очистки воды и специальными насосами, которые наполняют бассейн артезианской водой из подземного озера. Кроме основного большого бассейна есть и малый бассейн, где занимаются ученики младших классов. В школьный спорткомплекс входит огромный спортивный зал, а также строится летний крытый спортивный комплекс, что естественно, поскольку будущее поколение должно развиваться не только интеллектуально, творчески, духовно, но и иметь все возможности для занятий спортом в самых современных условиях. Продолжение следует...